Он спас сотни жизней, когда российские военные расстреливали машины с мирными людьми на Житомирской трассе. Пенсионер Владимир Николайчук проводил разведку, потом собирал желающих уехать и создавал автоколонны. Во время одного из походов мужчина нарвался на оккупантов, они оказались белорусами. История об отважном украинце далее в эфире. Его зовут Владимир Николайчук. Он живет в дачном поселке недалеко от Бучи и Ирпеня. Первые оккупанты здесь появились уже через несколько дней после полномасштабного вторжения. Они начали здесь окапываться. Артур и Сергей товарищи. Они понимали, что будет масштабная война, поэтому решили эвакуировать в этот поселок свои семьи. Разместились в одном доме. Считали, что здесь будет безопаснее. Никто не мог представить себе, что через Беларусь к нам зайдут и по прямой враг сюда пройдет. Артур оставил семью и уехал в Киев защищать город. Через день-два стало понятно, что это все оккупировано. Было некоторое отчаяние. Я в Киеве, они здесь. Связь очень плохая. Сергей же остался на хозяйстве. Вокруг стреляли, но именно в этом месте казалось довольно безопасно. Однако находиться с детьми было уже сложно. Встал вопрос, как эвакуироваться. Владимир сел в свой автомобиль и начал разведывать. На этой машине я проводил все разведки перед каждым конвоем. Я ехал сначала сам, оценивал обстановку. Людей спасло то, что оккупанты были вынуждены перебросить разделение на другие направления. А здесь оставили свои позиции. Это сразу же разведал Владимир Николайчук. Я выбирал момент. Там есть пешеходный переход. Я добирался лесополосой к нему, вылезал наверх, наблюдал в одну сторону, брал бинокль, наблюдал в другую. В один из таких моментов мужчина стал свидетелем известной истории, снятой беспилотником, когда оккупанты расстреляли семью, мужа и жену. А их шестилетний сын вместе с крестной остались живы. Вот они на видео. В это время Артур уже ехал в сторону поселка, где у трассы его ждал Владимир. Он говорит, подожди, у меня здесь еще раненая женщина. Действительно, там у машины стояла женщина и мальчик. Ребенок где-то лет шести был в машине. Далее все развивалось стремительно. Владимир повез женщину на перевязку, а уцелевшего мальчика передал родственникам. Артур же поехал забирать своих близких и семью товарища. Быстро загрузились и обратно. Вот кадры, которые запечатлели для истории. Переезжают дамбу, впереди авто Владимира. И вот она, Житомирская трасса. Оккупанты всего в 500 метрах. Ну что, кто какую молитву знает? Нет. Нужно только выехать на трассу, развернуться и съехать с нее. Дальше украинский блокпост. Дистанция вроде небольшая, но напряжение такое, что каждый метр кажется бесконечным. Эвакуация удалась. Вы молодцы. Вы молодцы. Я вас всех очень люблю. Владимир Николаевичук остался и по разведанному маршруту принялся спасать остальных. Собирал колонны здесь. Здесь приезжал, ставил свою машину, но после разведки становился впереди, за мной двигались. Кроме того, что дачники подключались, подключились Рубежевка, Буча, Ирпень. Бывало так, что больше 50 машин приходилось везти. Выбирал момент, следил, вычислял и проведил все 14 колонн. Ни одного потерпевшего у меня не было. Вот так обычный человек стал настоящим героем.